мама здесь еще одну трансформацию просто сделали мама беременная она не меняет сама ребенка если не вмешиваться в процесс он быстро меняется сам а если вмешаться в процесс дана сильно вот она беременна и пытается его там внутри как-то поменять да но она же сама себя убьет и его тоже вот а если не вмешиваться просто наблюдать как он там растет у нее в животике ну как наблюдать за собой просто наблюдать она не может вот если она не вмешивается в процесс то все будет в порядке а можно делать так чтобы ничего не менялось потому что если ты в горку как шарик катишься остановился ты скатишься обратно время меняет все когда наблюдаешь это и есть изменения мы творим наблюдением ничего не делая в это время все меняется можно плясать пить делая все ничего специального в этом и смысл делаем все бессмысленно как детстве только ребенок растет пока наблюдать с интересом и познает только перестали наблюдать с интересом стали стареть интересно были когда в процессе трансформируешь трансформацию делаешь а не читаешь непонятнее даже сейчас прочитала меня мозг вообще поехал просто то есть наше изменение происходит при наблюдении все меняется когда мы ничего не меняем когда мы пытаемся что-то менять как вначале я говорила бороться с этим да но возможно и будет тормозить процесс нашего развития как раз таки и не возможно и не получится менять жизнь так как нам хочется если мы ее специально меняем гибкий негибкий пластилин гибкий лепишь формы разные но он остается пластилином вспомнить бы эту трансформацию так гибкость ума когда ты рассуждаешь тонн он гибкий в процессе и рассуждения гибкость пластилина тоже когда руками его греешь мне уж он гибкий когда его оставил просто оставил да он твердый то есть гибкость это негибкая вещь внимание делает его гибким внимание делает гибкая из негибкого дерево стоит прямо но стоит вниманию ветра на него обратить внимание до ветер начинает гнуть дерево и она становится гибким раскачивается то есть гибкий негибкий прикольно на теме пластилина и гибкости ума то есть наш ум на самом деле зашорен и мы когда не рассуждаем очень однобоко смотрим очень негибко смотрим одну сторону медали только видим либо ухо у слона только видим а целиком нет но когда мы начинаем рассуждать то в этот момент в самом процессе и у нас и гибкость ума появляется когда именно мы рассуждаем как только перестали рассуждать не мнем пластилин да он твердый прикольно мне трансформация тоже нравится так вина невиновность убийца с ножом кровь жертва растерзана но это картинка какой он офигенно виновен убил отнял жизнь то есть убийца убил часть себя но я же хотела быть убитой а еще он исполнил желание жертвы дал не то что она хотела уйти освободив один кусок тела в целостность то есть он еще и благодетель надо быть благодарным убийцам за их работу согласно все паза желание совпадают жертва всегда хочет умереть чтобы освободить место соединившись в новое в целое убийца роль такая тоже очень нужная просто мы сами себя убиваем на самом деле и сами себя высвобождаем из тела в нашем мире все люди это просто проекция в нашем мире нет никаких людей нашем мире мы видим иллюзию того что есть люди но в каждом скафандре вы естественно говорить то что вот этот кусок меня хреновый этот кусок меня хороший ну бред оно все нейтрально но все мое какая-то часть меня убивает другую часть меня для чего для того чтобы там высвободить и соединиться в целостность возможно здесь надо потрансформировать каждому чтобы ну блин глубже это понять пускай будут ваши собственные картинки какие-то придумайте но вам эти программы нужно потрансформировать они вообще основа наверное вина страдания вот эта гибкость хорошо плохо возможно невозможно эти шаблоны у каждого так страдания жизнерадости давайте следующая старик больной картинка страдает он весь скрючился дальше рассуждения так это крутая игра выходит я такую такую боль чувствуюсь и все вокруг меня внимание мне заботу внимание забота радость все все мне я жадный до жизни жадные до внимания заботы до радости страдание показывает мне куда мне нужно двигаться что мы хотим там где жизни там где застой жизнерадостность это страдание потому что мы в розовых очках не видим путь затыки а куда многие знаете еще имеют такой шаблон хотят них рена не шаблон типа я вот порадуюсь а потом неплохо ну вы просто крайность опять же входите когда это как маятник две крайности они нейтральные но вы хотите прям радоваться перерадоваться это уже зло и потом испытываете чувство какое-то хреновое вам плохо вы опустошены потому что радость это переизбыток опять же когда вы жизнерадостны вы в это время в розовых очках мы не видим свой путь у нас все типа хорошо у нас все типа классное мы остановились как остановка когда у нас страдания мы хотим изменения мы хотим чего-то мы хотим двигаться то есть это как естественный путь эволюции кота движения это маячок страдание это маячок где нужно расширяться жизнерадостно это самые страдающие люди потому что они не замечают куда им идти типа в розовых очках мы страдаем что это что это за чувство это чувство пустоты то что чего-то не хватает и то что мы хотим почувствовать страдаем потому что пытаемся пустоту дыру внутри заткнуть внешним а не внутри но если рассмотреть это как инструменту страдания но как молоток можно просто увидеть чтобы на самом деле хотим то есть страдание это есть жизнерадостность видите откапывать то что нам не хватает страдание это есть кайф когда мы можем увидеть какие чувства в нас запрятаны и что мы на самом деле хотим чувствовать это и есть познание себя это и есть любовь к себе видите ли чувства и давать прикольно короче страдание это радость интересно так возможно невозможно невозможно картинка дорожный знак стоп нельзя дальше конец такая вот картинка сразу интересно а что там как можно проехать по-другому какой там путь то есть там где интерес это уже поток который возможен но как-то по-другому то есть невозможность это инструмент обратить внимание возбудить себе этот интерес возбудить нашу силу маячок узнать новое то есть невозможно становится возможным когда все возможные тобой варианты невозможны круто тогда придет какая-то новая невозможная возможность то есть невозможное становится возможным когда мы уже все возможные варианты с вами обусорили знаем проходили они уже нам не интересны и они нас уже не двигают уже там в них остановились и когда нам интересно как же блин по-новому может быть то сразу вот это наша невозможное становится возможным как только мы себе говорим да это невозможно включаем сразу интерес к мне как же бы это произошло но интересно же как невозможно может стать возможным и она становится возможность возможным как только мы обратили на это внимание и это кому-то блин амитику маячок как только мы обратили внимание то новое невозможное то новое невозможное становится возможностью класс вера недоверия девочка в цен в церкви верит в бога сидит там пришла на иконку смотрит забыла что она творится что ли кому она верит она всем верит о себе не доверяет то есть она одновременно верит и не доверяет логично а если во что-то веришь значит не доверяешь своему знанию ну да если я верю я не доверяю знанию потому что если бы я знала мне поверить не пришлось а доверие тут когда доверяешь значит веришь а доверие тут когда доверяешь значит веришь в этом а значит доверие не доверяет одно и то же Примерно логично Типа я верю в то, что знаю А если я верю, значит не доверяю знанию Ну да Я могу верить в то, что знаю А знание не нуждается в вере То получается Абсурд Оно одно и то же, что веришь Что недоверие, что знание, что незнание Получается одно и то же Зачем верить, если знаешь, логично И тут у нас короче Срыв мозга произошёл и мы такие девчонки посиделись мы с верой кстати я тоже зовут вера она пишет мне здесь все как-то в одно слепилась я теперь не могу разделить вера по сути это то что не подтверждено фактами знание это то что фактами подтвердилось но если мы будем верить в то что знаем мир же следствие она подтвердиться то есть если я не верю то это тоже мне подтвердиться но я же не верю а мир вторичным фактами подтверждает то есть и там и там наше знание подтверждается то есть я верю во что-то мир это подтвердит я не верю в это мне мир это подтвердит и там и там знание подтвердиться фактами прикиньте есть вера недоверие это абсурд полный и знание тоже в данный момент в данную секунду в том что мы убеждены виде знания либо в вере либо в недоверие это все подтвердится да так и есть такие принимайте класс когда вот так рассуждаешь и понимаешь абсурдность этих крайностей блин так круто становится на самом деле не знаю как вам я кайфую лично так хочу не хочу тоже шаблон желаем не желаем ребенок ревет не хочу есть но значит он в это время хочет что-то другое или вообще он ничего не хочет но вообще ничего не хотеть это хотеть ничего то есть ничего это тоже что-то значит все равно хочет что-то в любом случае значит он что-то чувствует что что-то хочет чувствовать короче мы всегда что-то чувствуем когда мы говорим что ничего не чувствую просто не понимаем вопрос как на это реагируем когда вы говорите я ничего не хочу это кстати очень частый вопрос в комментариях под видео он блин на консультациях на курсах я ничего не хочу я ничего не чувствую вы все это чувствуете вы что-то хотите вы уже чувствуете что вы хотите что-то чувствовать вы уже чего-то хотите не хотя чего-то другого но в любом случае ничего это что-то и даже чувство ничего это тоже какое-то чувство и вы всегда что-то чувствуете вы всегда что-то хотите просто реагируйте расшифровывайте там не за обращайте на это внимание по-разному но вы всегда что-то хотите всегда что-то чувствуете вы не можете мы же не роботы Мы не можем отключить всё и ничего не чувствовать Короче, хочу-не хочу Я вообще даже не поняла, как мы это трансформировали Вроде ничего не хочу, а это уже что-то Прикиньте Новое, старое, давайте следующий шаблон Наше рассуждение Ты ещё старое не почувствовала, не обращала внимания Оно уже всё есть Так я прочитаю Только ты ещё старое даже не чувствовала, не обращала внимания Это я просто пересписку читаю, поэтому иногда я сама не вкуриваю Чего просто там написано Только ты ещё старое даже не чувствовала, не обращала внимания Оно уже всё есть, всё новое уже давно есть Новое — это хорошо забытое старое Я собираю мешок вещей выкинуть И потом такая, не примерить ли, по-новому надеть, разглядеть И потом я ношу кофты и джинсы, любимые по пять лет Ну это я писала Короче, мне вообще не надоедают старые вещи Если я на них смотрю по-новому Новое — это старое А старое — это новое Почему? Новое — это старое А, понятно Новое — это старое Всё, что я в новом уже знаю Ну, оно устарело в эту же секунду Здесь, сейчас Логично Нежное, грубое Роза, шипы — они что, грубые? А роза сама по себе нежная Да, мы можем грубо уколоться Садовод ветки у дерева отрезает Он что, грубый? Нет, он нежный, внимательный и заботится Грубость — это чрезмерное зло То есть, грубость — это чрезмерное внимание Сила более сильная, чтобы достучаться Интересно Нежна в грубости, грубой в нежности То есть, грубость — это перебор нежности, получается Грубость — это перебор внимания Грубость — это перебор внимания Чтобы достучаться Может быть Вообще не помню Что тогда я словила за инсайт Сейчас он для меня какой-то непонятный Надо ещё порассуждать Спокойно — беспокойно Спокойствие в беспокойстве А беспокойство — оно в спокойности Когда я слишком спокойна И ничего не происходит Я говорю такую фразу Что хочу, кого не знаю Есть такая фраза, да Когда мне слишком спокойно У меня включается внутреннее беспокойство Что я хожу, маюсь Вроде всё хорошо Вроде всё спокойно Не знаю, чем заняться Тише да гладь, короче У меня реально внутреннее беспокойство Включается Когда всё вообще прекрасно И я остановилась Мне тогда начинают Долбить со всех щелей То, что Ну, вот эти мои беспокойства Проявляют, что что-то надо делать Чем-то заняться То есть внутренняя движуха Она не происходит И мне от этого Беспокойно Поэтому, когда беспокойство Нужно спокойно радоваться Блин, у нас движуха Потому что спокойны Только покойники Мне спокойно От того, что всё Крутится Вертится Двигается И на душе Спокойно То есть вовне движухи А на душе При этом Спокойно Потому что, блин Движухи А когда я спокойна У меня на душе Беспокойно То есть Спокойно Беспокойно Одновременно Как оно проявляется Вот так вот и проявляется Мы все стремимся к покою, на самом деле, да, чтобы всё было спокойно, всё было ровно, решить эти проблемы, решить эти движухи. Мы всегда хотим, чтобы всё закончилось, вот эти решалки всякие, проблемки. Чтобы у нас была безмятежность такая, класс. Ну, вы в этой безмятежности проживёте, ну, день, ну, два, а потом вам станет пипец как скучно, и ваш мозг будет входить в депрессию, слишком всё ровно и хорошо. И мы опять будем искать себе качельки. Нормально так. Удовлетворение и неудовлетворённость, то же самое. Когда у нас неудовлетворённость, у нас просыпается интерес. Неужели мне всё достаточно, да? Ну, и тогда мы идём, блин, срочно себя удовлетворять. То есть я удовлетворена своей неудовлетворённостью. То есть мне хорошо, что я неудовлетворена, я иду дальше, 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 да? И я удовлетворена, что у меня есть интерес познать новое, познать, в чём я неудовлетворена. То есть получается удовлетворённость, неудовлетворённость. Да и нет, оно вместе. Тоже какое-то... Правда, неправда. Судья решает, что правда, а что нет. Такая картинка. А существует ли правда? Каждая правда составляет по отдельности ложь. А все куски лжи составляют правду. Это как грань алмаза противоречит друг другу, но в целом они составляют алмаз. То есть все правды одновременно и вся ложь одновременно, она составляет истину. А вся правда по отдельности, она ужива. А ещё ложь — это фантазия, инструмент для творчества. Творить, создавать новое. Блин, ну круто. Сама кайфую. Искать, не искать. Я ищу там своё предназначение, дело своей жизни или ещё что-то. Искать — это значит всё рушить. А, ищу себя. Мы ещё любим искать. Искать — это значит всё рушить. Почему? Пока люди ищут себя, они никогда не найдут. Шаг к себе или шаг от себя — это уже уход. Как только мы остановились и перестали искать, мы себя сразу найдём. То есть мы так в себе. Любое движение к себе и от себя — это уже уход получается. Как только останавливаешься искать, сразу всё находится. Притча. О, тут у нас притча залезла. Брахма спрятал божественное ни в море, ни в космос, ни в горах, а внутри человека, на самом видном месте, чтобы никогда этого не нашли люди. Поэтому, ища факты, ты от них бежишь, наблюдая, сразу увидишь. Интересно понаблюдать — это уже есть, и всё. То есть мы задаём себе вопрос. Интересно понаблюдать. То есть не искать факты, подтверждения чего-либо. Например, да любые факты мы всегда ищем. Какие-то факты или себя, или ещё что-то, или работу. А просто понаблюдать — она уже есть. Мне интересно, как она сейчас проявится. Работа проявится. Мне интересно понаблюдать, как я здорова уже сейчас. Вы в наблюдении уже увидите это здоровье. Не как вы станете здоровым, а вы уже здоровы. То есть принять тот факт, что это уже есть, интересно понаблюдать, как это проявляется. И просто фокус внимания переместив на то, что вы уже здоровы, факты подтвердят материальную действительность, потому что ваши чувства, да, и то, о чём вы думаете, оно подтверждается вовне как следствие. Оценку безоценочность. Училка в дневнике ставит оценки. Сколько же страха там. Я боюсь училку. Так училка же это я. Я учу сама себя, боюсь сама себя. Я сама себя боюсь со своими оценками. А почему оценки безоценочные? А безоценочность в оценке. Как можно оценить безоценочное знание или красоту? Мы же не можем её взвесить. Как мы можем тогда давать оценки? Кто их ставит? Все оценки, они безоценочные. Ну, логично, да. Ну, да, логично. Прям даже по-другому и не скажу. Неоправданные ожидания. Они всегда злят и раздражают. Ожидание — это когда машин не ехал, остановился, пейзаж не меняется. И тогда мы начинаем себя раздражать. Раздражение — это просто завести мотор и поехать. Ну, да. Раздражение — это классно. А ожидание — это когда мы себя остановили. Чтобы решать проблему, первым, вам нужно перестать решать. Второе — вывести шаблоны мышления и всё. И просто сидеть их трансформировать у себя в голове. Не вовне решать, а в голове решать. Как это решаем? Сидим, трансформируем. У мужа проблемы так. У меня проблемы с творчеством. Не у мужа. У мужа проблемы с документами. Это у меня проблемы с правилами какими-то. Программу, правил трансформируйте. Как надо трансформируйте. Надо, не надо. Получается, не получается. Вот с документами мужа не получается. Программа получается, не получается тут же. Мне пришёл ответ, что муж зависит от меня, потому что у меня есть документы Да не он от вас зависит Вообще, забудьте все внешние факторы Везде вы И отталкивайтесь, чтобы найти все эти шаблоны мышления О том, что весь мир вторичен и создан вашими чувствами И всё, что вы вокруг видите, это как будто вы смотрите в зеркало Это ваше отражение Ваше отражение